Всем привет! Я думаю, вы уже заметили, что видео запускается немножко по-другому, но Рим выкидывает кренделя, не очень стабильно работает с программкой для записи видео, поэтому приходится чуть-чуть изощряться. Итак, я решил наконец-то записать первый обзор реплея новой видеосерии Школы Тоддлвар. Сразу оговорюсь, что тут соперник, конечно, чудес не творит, очень даже наоборот играет плохо, но сейчас на глобалку я вышел только недавно, буквально дней пять назад, и играл буквально полчаса-час вечером, и поэтому не очень много реплеев накопил. Но очень о многом хочется поговорить, очень многое хочется показать, поэтому этот бой я записал. Это очень здорово, что в игре снова есть фракции. Этого удивительнейшим образом... Вроде бы, понимаешь умом, что этого не хватало в Сегоне, да? Но, блин, этого действительно очень-очень-очень не хватало. Это действительно фишка серии, и подбор именно фракции, контрфракции, состава под определенную фракцию, это очень здорово. В этом бою я играю за Египет, одна из очень сильных фракций, и мне противостоит Спарта. Мой состав это четыре прачника в центре, прикрывает их пять фаланг, по краям две галатские гвардии слева, две галатские гвардии справа, слон слева, слон справа, и легкая кавалерия на сдачу есть у меня. У него два Ха, так, запоминайте сразу Ха, это Хорс Арчер, конный лучник. Всех, кто верхом и стреляет, всех называют Хашками. У него два Ха, две средние кавалерии, три стрелка. Давайте даже вот так вот поподробнее посмотрим. Призрака Пельта... нет, Перека Пельтаста. И очень-очень много героев Спарта, элитных и царских спартантов, в общем, крутых копейных юнитов. Что хочу сказать, в игре есть юниты сейчас, которые явно выделяются, которые явно сильнее остальных, которые очень клево использовать. Если мы говорим про Рим, то это, например, доспешные легионеры, это притарианская гвардия, это вообще, в первую очередь, это доспешные легионеры и гладиаторы. Это два юнита, это основа, это костяк Римской армии. Если мы говорим про Египет, то здесь очень сильными является именно Галатская гвардия. Вот эти вот ребята, Галатская царская гвардия, они очень сильные. Да, кстати, Репка, этот повтор записан на патче 3.0, на бета-версии этого патча. Возможно, это будет иметь серьезное значение. Посмотрим, насколько будет отличаться релиз от нерелиза, и как сильно патч действительно изменил игру. Пока я вот немножечко поиграл с этим новым патчем, он клевый, он мне нравится. Итак, его хашек я загоняю своей легкой кавалерией в одном бою, в одном месте, в вторых гоню слонами. Пехота по центре стандартно, прачники мои под прикрытием фаланг, в режиме фаланга. По флангам идут мечники и моя элитная пехота. Вторых слонов я тоже перетянул, чтобы разобраться с его хашками. Моя легкая кавалерия произвята просто на сдачу на 500 монет, гробит его торентийскую конницу, слоны гонятся за вторыми хашками. Слоны, кстати, сами тоже умеют швырять копия. Вот, видите, товарищ нам это демонстрирует. Какие он допустил шрибки? Естественно, он своими хашками палец вперед, этого делать не нужно. Хашками нужно играть очень аккуратно. По идее, хашки со своими огненными копиями могут очень неплохо слонов поубивать. Если бы он чуть-чуть поаккуратнее ими сыграл, он мог бы что-нибудь тут интересно сотворить. Но, видите, он хашками своими проспал, он их вывел в сторону, он не дал им ни пути для отступления, не законтролил их, непонятно, что он делал. По стрелкам у меня что? У меня преимущество в дистанции 155, у меня преимущество в количестве. Что ему нужно было делать? Честно говоря, ему нужно было разыгрывать качество своей пехоты и причем заходить на меня с флангов. В центре у меня фаланги, пусть, да, две из них дешевых пикинеров, два из них средненьких, ну, как, относительно средних пехоты с пиками. Господи, пикинеров в тораксах и один мой генеральский отряд греческой царской гвардии. Ему нужно было расходиться с флангов и пытаться своими героями-спартанцами продавить мою галатскую гвардию, а потом уже фаланги мои. Ну, в общем, в перестерелку ему сразу ввязываться не стоило. За счет преимущества в каве ему нужно было попытаться раскрутить, завести свою кавалерию, обходить меня с флангов, убить всех моих лучников, закрутив меня. Тогда бы он после этого мог рассчитывать на обхват с флангов и вырезание моих галатов. Слонов он мог бы закидать огненными дротиками, а оставшиеся фаланги разбирать за счет окружения и полного выстрела всех боезапасов. Он же этого не делает, он играет очень пассивно. Возможно, он привык к тому, что в этой игре все идут в раж. Я не знаю, может быть, он даже не думал, как я буду играть от Египта, но играет он очень-очень пассивно. А Рим — это игра, бой которой хоть занимает и больше времени, чем все, но тем не менее в некоторых моментах он разыгрывается даже пошустрее. Не знаю, как это все сформулировать, пока все достаточно образно. В общем, с его хашками я разобрался, свою кавалерию загоняю в центр за спину, чтобы потом решать, что ли делать. Два галата слева встречают его царских спартанцев, спартанских пикинеров. Если сравнивать их в тупую по характеристикам, то, по-моему... Ну вот, броня 100 у царских спартанцев, защита 77, у моих 73-65, здоровье 45, у этих 50. Боевой дух выше. 40-36, но единственное, что, атаку у галатов повыше, защиту у спартанцев покруче. Здесь вот, видите, я одним отрядом его встретил, вторым отрядом хотел забежать слева и в тыл, но увидел, что он пошел на него, поэтому тоже приказал атаковать. Слоном завел с фланга, чтобы стрелять, второго слона повел сюда встречать кавалерию. В центре мои пельтасты... Тьфу, почему пельтасты? Мои прачники на автомате, на включенной автообилке высаживают все его боезапасы. Механика игры такова, что первый залп и первый удар уходят в ХП. Их заглатывает ХП, их заглатывают щиты. Но потом, чем больше прачники стреляют, тем мощнее они это делают. Видите, у них уже 47, 179 и 51 фраг. Очень хорошо себя они показывают. Здесь он кавалерии врубается, во-первых, в лоб глупо, во-вторых, настоящую пехоту вдвойне глупо, во-вторых, на элитную пехоту вдвойне глупо, плюс у меня глубокий строй, плюс слоны рядом. В общем, это было очень-очень-очень плохо. Кавалерия здесь не очень умеет хорошо чарджить, поэтому ей нужно заходить слангов, ей нужно крутить, и в первую очередь нужно охотиться на стрелков. Это основная цель. Здесь я слева двумя отрядами рублю один его герой Спарта, здесь мои слоны рубят второй отряд спартанских пикенеров. То есть слоники стоят, хоботами трясут, свои 500 хп танкуют, но не очень быстро убивают этот отряд. Вот не знаю, чем бы закончился, кстати, весь они подольше. Может, пикенеры бы и затыкали в этих слонов. Здесь он врубился в мою фалангу, которая в режиме обороны очень хорошо будет держать практически любой отряд. Вот видите, у него даже герой Спарты, суперский отряд, натыкается на обычных пикенеров и стоит. Вторых пикенеров, поэтому я спокойно вывожу во фланг, чуть потолще и приказываю атаковать. Здесь то же самое. Одни танкуют, вторые заходят с фланга. Он переводит отряд садских спартанцев, поэтому я его сейчас развернусь и встречу. Фаланга и зажму его между двух фаланг. Фаланга может, сохраняя именно с построения фаланги, бегать бегом, но в бою ей лучше перемещаться шагом. Кавалерия его сдохла на плотном построении моей элитной пехоты, смешанной со слонами. Плюс я успел завести свою кавалерию и ударить у него в тыл. А тут он обосрался, разбежался. И понятно, что на левом фланге я слонов, несмотря на то, что они даже вот этот бой могли бы выиграть, я их вытянул силком, потеряв треть отряда, и загнал в тыл второму отряду, запаниковал этот отряд, а дальше по чейн-рауту обосралась вся армия. Вот такое вот небольшое сражение, один из моих дебютов. Египет достаточно сильная фракция, достаточно разнообразная. Тут есть и пикинеры, есть и элитная хорошая пехота, есть кем пострелять. Единственный такой, ну, по кавалерии ее легко могут перегнать, но кавалерии я много не беру. Как вы видите, я сейчас играл вообще в один отряд кавалерий. Слонам есть место на поле боя, они очень хорошо пугают, но они могут впасть в состояние бешенства. В начале боя я не успел показать, но вот этот вот отряд, который меня прижимал у красной линии и бил его хашек, он фактически вышел у меня из-под контроля, и он рубился там, и мог он неизвестно что сделать. Я вот, кстати, даже сейчас не знаю, что делают слоны, потеряв контроль. Тем не менее, первые мои впечатления по Риму после двух... Точнее, я две недели просидел в компании, сейчас буквально 3-4 дня поиграл в мультиплеер. Мультиплеер гораздо глубже Сегунского. Да, в Сегуне был аватар, была прокачка, была настройка, но все в итоге сводилось к тому, что там есть копье, есть меч, есть лук, есть кава с копьем, есть кава с мечом. Здесь же разнообразия гораздо больше. Здесь появляется вот реально длинная фаланга, короткая, то есть каплицкая, пехенерская, есть элитная пехота, обычная пехота. Прачники, лучники, пельтасты, кава такая, кава такая, слоны. Это все очень здорово, очень интересно, очень разнообразно. Есть вот это вот, когда ты выбираешь, ты смотришь на карту, под рельеф, ты подбираешь фракцию, ты подбираешь фракцию под контрфракцию. В общем, тут на первый взгляд, мне кажется, очень глубокая игра, очень интересная. Я не буду, конечно, сейчас говорить, что она там такая же глубокая, как и Первый Рим. Нет, не надо так торопиться. Но игра действительно интересная, и она стоит вашего внимания в мультиплеере. Поэтому не бойтесь, выходите в мультиплеер. Тут очень хорошо работает автопоиск, быстро и четко. И находят соперников, в принципе, по силам. В общем, масса впечатлений. Ждите новых видео. Постараюсь записывать их как можно больше. Но сейчас, к сожалению, я в основном это делаю только на выходных. Поэтому я на выходных буду стараться записывать побольше. Наиграть, там разных реплеев позаписать, о чем-то поговорить и потом их выкладывать. Как всегда, любой фидбэк приветствуется. Разговариваем, пишите комментарии, лайки, дизлайки, что нравится, что не нравится. Везде на Ютубе, в Бесте, в моей группе, на СЧИ, на форуме СССР. В общем, вы знаете всю эту рутину. Повторяться лишний раз не буду. На этом на сегодня все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok